Переделка бойлера на цифровую индикацию и управление нагревом. Мне лично надоел бойлер, который не показывает текущую температуру воды и постоянно выходил из строя термостат. После того, как я заменил четвертый термостат в течение одного месяца, я понял, что это невыгодное дело и нужно переходить на что-то более надежное и современное. Такое устройство уже давно в продаже. Китайцы успешно штампуют цифровые термостаты для любых нужд. Данный термостат спокойно выдерживает нагрузку до 2 кВт, имеет корректировку по температуре и разные режимы управления нагрузкой. Такой приборчик очень легко пристроить к бойлеру, замесе родного термостата или термоконтакта. Термостат стоит на порядок дешевле, чем любой родной китайский термостат на бойлер. Я свой взял за 120 гривен, хотя есть и подешевле на сайте УИЛИКС, всего за 80 гривен. А термостат самый дешевый на бойлер, тоже китайского производства, стоит не менее 150 гривен. Переоборудование на цифровое управление выходит дешевле, удобнее и более гибкое в управлении и настройке. Для начала переделки необходимо родной термостат снять с бойлера, верхнюю часть демонтировать, как показано на фото. А вообще можно сразу её отрезать под самый верх нижний конец термостата, заклёпан на стержень. Его тоже обрезать. Изнутри извлекаем стержень. В итоге у нас получается бронзовая трубка, в которую легко входит наш датчик температуры. Длина трубки у меня получилась 24 см. Датчик температуры сажаем на термопасту под самый конец трубки и уплотняем провод спичками или зубочистками. Теперь датчик готов для установки в бойлер. Далее подготовка самой платы для установки в коробку. Плату можно было устанавливать и так, но мне не понравился тот факт, что само табло будет слишком утопленным в коробку. Обзор на экран из-за этого будет плохим. Вот я решил подогнать табло повыше на целый сантиметр примерно, или как раз на уровень высоты релюшки на плате. Для этого выпаял табло и напаял на проводки. Получилось неплохо. Я тут же и проверил свою плату в работе. Всё получилось отлично. Потом прикупил коробочку, вырезал окошко под экранчик. Экранчик отлично подошёл впритык к окошку. Долго не думая, установил саму плату прямо на лицевую сторону крышки от бойлера. Теперь подключение. Вариантов подключения есть несколько с релюшкой и без неё. Я решил перестраховаться и установил дополнительное реле на 220 вольт. Хотя можно и любое другое реле на 12 вольт по постоянке. Поскольку плата питается пониженным напряжением 12 вольт, пришлось приобрести блок питания на этих же 12 вольт по постоянке. Параллельно к катушке реле подключил световую индикацию нагрева бойлера. Внизу тайны самого бойлера. Опробованы оплаты в работе. Всё заработало, как и было задумано. Задание по температуре выставил 75 градусов, гистерезис 5 градусов. В параметрах выставил режим работы в нагрев. И предельное значение температуры 95 градусов. Отверстия под кнопки не делал, чтобы никто туда не тыкал ничего. Потому что бойлер не мой, он заводской. Там куча всяких разных непонятных прохожих мимо него. Если посмотреть на сам бойлер и в тех условиях, в которых он эксплуатируется, то навесной монтаж вполне себе сгодится. Образец чисто экспериментальный, потому что бойлер уже долго жить по последним оценкам не будет. Он уже начал прокапывать. Раз начал прокапывать, он уже гнилой и долго не поживёт. Короче, эта плата проработала на нём уже 2 месяца. Никаких проблем эксплуатации, сбоев не было.